Зоджи Z11 Что довольно хорошо защищает данное устройство от погружения под воду, что данный телефон без проблем выдерживает благодаря стандарту IP68. Данный стандарт позволяет данному устройству погружаться под воду до 1 метра на длительность до получаса, а также без проблем падать на какие-либо твёрдые поверхности и никак не повреждаться от этого, что очень хорошо. Но осмотрим телефон чуть позднее. Давайте посмотрим пока на комплектацию. Итак, что мы здесь видим? Блок для зарядки данного телефона. Запасное защищённое стекло для телефона. Скрепку для открытия лотка SIM-карты. Инструкция для пользователя. А также кабель подключения телефона к компьютеру. Довольно-таки грубый, красный. И также подключается к телефону по USB Type-C по новому стандарту, благодаря которому как зарядка, так и передача файлов осуществляется гораздо быстрее. Также мы здесь можем увидеть несколько переходников, а именно с USB Type-C на полноразмерный USB порт, а также с USB Type-C на разъём для наушников. На этом комплектация закончилась. Сам собой телефон представляет довольно-таки увесистое устройство, которое ощущается в руке очень крепким. Телефон очень крепко сбит и имеет довольно много металлических граней, благодаря которым телефон не разломается и не треснет при падении, например, на тот же бетон. И давайте посмотрим, что у нас скрывается на боковых рамках. Итак, с правой стороны находится кнопка блокировки и качелька регулировки громкости. С верхней грани ничего нет. С левой стороны находится только слот под две сим-карты и карту памяти. С нижней грани расположился тот самый разъём USB Type-C, а также отверстие микрофона. На задней стороне расположился динамик. Сканер отпечатка пальца очень быстрый и довольно-таки большой. А также две камеры и вспышка. Камеры здесь по 8 мегапикселей. Также здесь есть фронтальная камера, которая имеет размер в 5 мегапикселей. А также здесь имеется 5 и 7 дюймовый дисплей, которым, конечно же, трудно очень управлять одной рукой. И что хорошо, он имеет IPS-происхождение, благодаря чему он имеет очень большие углы обзора. Даже если смотреть что-то с данного телефона в большой компании, всем будет одинаково удобно просматривать что-либо. Разрешение у данного телефона чуть больше, чем HD, то есть 1440 на 720 пикселей. И данной плавности в сочетании с таким большим дисплеем вполне хватает, чтобы картинка была вполне себе плавной и отдельных пикселей не было видно. Процессор в данном телефоне восьмиядерный, а именно MTK6750T, который имеет мощность на каждом ядре в размере 1,5 ГГц. И этого вполне хватает, чтобы на данном телефоне абсолютно ничего не лагало, не фрезило и всё запускалось максимально быстро. Что касательно оперативной памяти, то её здесь целых 4 ГБ, чего абсолютно хватает на хорошую и абсолютно безотказную многозадачность. Своей памяти в телефоне 64 ГБ. И этого, само собой, должно хватать для всего, но если для вас этого мало, то телефон поддерживает также карты памяти на 128 ГБ, то есть до 128 ГБ. И давайте посмотрим, как же телефон поведёт себя в играх. Субтитры сделал DimaTorzok И давайте посмотрим, как телефон поведёт себя в воде. Субтитры сделал DimaTorzok Что можно сказать в итоге о данном телефоне? Это тот смартфон, который готов абсолютно для всего. И для охоты, и для рыбалки. Вы можете его ронять в грязь, потом помыть в реке, потом после этого сразу же запустить какую-то очень мощную графонистую игру. И с этим всем данный телефон справится на ура. А благодаря большой батарее на 10 000 мАч, телефон является не только производительным и защищённым, но также довольно-таки долгоживущим. От одного заряда данное устройство может жить вплоть до 4 дней довольно-таки активного использования, что довольно-таки хорошо. Также данный телефон умеет работать с двумя сим-картами, что также очень важно для многих людей. И на этом всё. Приобрести данный смартфон вы можете в нашем интернет-маркете TOOP.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.